Свой профессиональный праздник отмечают спасатели. Лучшие представители профессии отмечены ведомственными наградами и благодарственными письмами. В Наринмаре прошло координационное совещание по обеспечению правопорядка в округе. Одним из ключевых вопросов совещания стали принимаемые меры по профилактике и противодействию экстремизму среди молодежи. Житель Наринмара подозревается в выращивании растений, содержащих наркотические вещества. Мини-теплицу он соорудил прямо у себя дома. Утверждены порядки получения выкуп в замену аварийного жилья, соответствующие нормативные акты к закону о выкупе аварийного жилфонда, одобренной администрацией округа. С обзором главных событий этого дня вас познакомят мои коллеги и я, Ирина Никишина. В Ненецком округе в полную силу заработала система обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Речь идет о едином номере 112. Ранее он работал в тестовом режиме. Как пояснили в единой диспетчерской службе, нововведение имеет множество преимуществ. Так, например, теперь любую необходимую экстренную помощь можно вызвать с мобильного телефона, даже не имея сим-карты. Кроме того, функции системы 112 теперь работают на всей территории Ненецкого округа. Все вызовы, которые попадают на номер 112, они автоматически посредством оператора могут быть переведены на номер 112, на номер нужной службы. Также в случае, если требуется какое-то комплексное реагирование, то есть для определенного происшествия требуется привлечение нескольких оперативных служб. То есть информация из системы 112 попадает сразу же, скажем, в службу пожарной охраны, в службу полиции и аварийной газовой сети, либо скорой помощи. То есть несколько служб могут выезжать по одному вызову, нет необходимости вызывать отдельно. При поступлении звонка сюда мы уже человеку помогаем. Многие люди, звонив сюда, они просто не знают, в какую службу обратиться, в какой вид им помощи требуется. Или просто не знают, как поступить в данной ситуации. Вот в этом и заключается наша работа. Кроме того, благодаря введению единой дежурно-диспетчерской службы 112 в регионе стала доступна такая система, как «Эроглонас». Она установлена практически во всех современных автомобилях и в случае аварии позволяет в автоматическом режиме вызвать экстренные службы. Представители одной из самых мужественных профессий, спасатели, сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Спасателя России, прошли в актовом зале администрации Наринмара. Лучшие представители профессии отмечены ведомственными наградами и благодарственными письмами органов власти субъекта. День Спасателя отмечается с 1995 года. Это профессиональный праздник всех, кто работает и служит в МЧС, региональных и муниципальных службах спасения, разных видах пожарной охраны, нештатных общественных спасательных организациях. Я сам лично в чрезвычайных службах служил 26 лет, поэтому за эти 26 лет с высоты этого опыта могу сказать, что служба эта, она, скажем так, очень, конечно, важная, конечно же, нелегкая, но лучше бы, чтобы мы по своему предназначению никогда, скажем так, людям не оказывали свою помощь. Почему? Потому что если мы приходим на помощь, это всегда горе. И поэтому, скажем так, хотелось бы, обращаясь с своим коллегам, поздравляя их с профессиональным праздником, пожелать им спокойных дежурств, чтобы никаких, значит, бед не было, и чтобы мы тренировались, нарабатывали навыки только на учениях. Как отметил в своем поздравлении мэр города Олег Белак, спасательница не только благородства профессии, но и духовное призвание. Тем не менее вы рискуете ежедневно своей жизнью, вы во всех средах, и вода, и огонь, и земля, во всех средах, и ежедневно, ежечасно вы несете свою благодарную миссию спасения, помощи людям абсолютно во всех трудных жизненных ситуациях. Очень важно, что в этом году заработал еще и единый телефон. То есть теперь 112, теперь жители и города, и округа. Я думаю, что вот это чувство защищенности, оно только усилится. Отдельные слова признательности в этот день прозвучали в адрес ветеранов, тех, кто большую часть своей жизни посвятил спасению людей. Я хочу сказать особое слово благодарности ветеранам, особенно вашим семьям, женам, которые в своих мыслях, помыслах и молитвах берегут вас по жизни и поддерживают. И я всегда говорю, что звезды на ваших погонах – это звезды наших жён. Это действительно так по жизни. Поэтому вам большое спасибо за верность в долгую присяги, за вашу службу. За особые заслуги в связи с профессиональным праздником спасателей Ненецкого округа отмечены ведомственными наградами и благодарственными письмами органов власти субъекта. Ирина Никешина, Владислав Носким, Телеканал «Север». В Наринмаре прошло координационное совещание по обеспечению правопорядка в Ненецком округе под председательством главы региона Александра Цибульского. Речь шла об организации профилактических мероприятий в молодежной среде. Одним из ключевых вопросов совещания стали принимаемые меры по профилактике и противодействию экстремизму среди молодежи. Так, руководитель департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям НАУ Павел Рахмелевич доложил, что в регионе продолжена работа по созданию общественных формирований «Родительский патруль», главная цель которых – профилактика правонарушений. Также регулярно проводятся мероприятия, направленные как на пропаганду здорового образа жизни, так и на межнациональное согласие в регионе. В свою очередь начальник ОМВД России по НАУ Александр Агрызко доложил присутствующим, что региональные правоохранители не только участвовали в проведении специальных классных часов в образовательных учреждениях, но и провели на базе Департамента образования, культуры и спорта НАУ совещание с педагогами. Кроме того, сотрудники полиции приняли участие в молодежном образовательном форуме, в рамках которого провели открытую площадку по безопасности контента в сети интернет, подчеркнул Александр Агрызко. По его словам, на сегодняшний день оперативная обстановка в округе по противодействию экстремизму остается стабильной с низким уровнем угроз. Штраф от 300 до 500 тысяч рублей грозит Наринмарскому объединенному авиаотряду за посадку в границах особо охраняемой природной территории. 15 сентября 2018 года вертолет акционерного общества совершил высадку туристов в районе реки Воланга на Северном Тимане. Территория входит в реестр особо охраняемой, поэтому нахождение здесь граждан без предварительного согласования с природоохранными организациями запрещено. Девять туристов из Пермского края в устье реки Воланга на особо охраняемой территории были обнаружены сотрудниками казенного учреждения Центра природопользования и охраны окружающей среды во время планового рейда. Выяснилось, что согласования и разрешения на посещение данного объекта они не имеют. Они также были привлечены к административной ответственности по статье 8.39 Кодекса об административных правонарушениях, который предусматривает штраф от 3000 рублей. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что высадку туристов совершил вертолет объединенного авиаотряда. Данные были переданы в транспортную прокуратуру. В ходе проверки прокуратуры было установлено, что действительно 6 сентября и 18 сентября сотрудниками авиаотряда были доставлены на вертолете Ми-8 группа пассажиров в количестве 9 человек с грузом 900 килограмм для пребывания на территории Северной Тиман. В соответствии с законодательством в особо охраняемых территориях запрещена посадка летательных аппаратов. Транспортной прокуратурой Архангельской области возбуждено административное расследование. Данные материалы находятся в настоящее время в казенном учреждении. Юридическое лицо Акционерное общество Наринмарский авиаотряд будет привлечен к административной ответственности по статье 8.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Диспозиция статьи предусматривает наложение штрафа от 300 до 500 тысяч рублей. Сейчас по материалам этого дела проводится проверка. Решение будет принято до конца этого года. По результатам проверки прокуратурой было внесено в адрес генерального директора Акционерного общества Наринмарский объединенный авиаотряд представление об устранении данных нарушений и принятие мер к недопущению их впредь. Также 11 декабря 2018 года прокуратурой в отношении юридического лица Акционерного общества Наринмарский объединенный авиаотряд было возбуждено административное дело по статье 8.39 Кодекса административных правонарушениях Российской Федерации. Всего на территории Нинецкого округа зарегистрировано 11 природоохранных территорий. Посещение их предусмотрено по согласованию с Центром природопользования и охраны окружающей среды. Любой гражданин может подать заявку в письменном или электронном виде, указав свои данные, место и сроки пребывания в природоохранной зоне. К слову, в прошлом году было подано 17 заявок на посещение таких объектов. В этом году уже 33. Молодой агроном из Наринмара подозревается в выращивании конопли. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Евгений Солонович. Поступила информация о том, что в районе магазина «Заря» в одном из жилых домов в квартире выращивают наркотические средства конопля. В ходе проверки информации был установлен адрес, где это все происходит. Были проведены мероприятия по осмотру данной квартиры, в результате чего были обнаружены два куста наркосодержащих растений. Мини-теплицу 19-летний житель города соорудил в шкафу, создав благоприятный микроклимат для быстрого роста культивируемого растения. В ходе оперативного мероприятия сотрудники полиции изъяли цветочные горшки с растениями и отправили их на исследование. У него были также найдены различные емкости, допустим, со следами, не со следами, а со самим веществом, так называемой марихуаной. Тоже исследование проводится, но по запаху, по признакам оно действительно подпадает, как марихуана. Молодой человек на данный момент дает показания, что действительно он признает, что выращивал для себя, а также где-то у него был товарищ, которому также давал потреблять. По результатам исследования, при подтверждении наличия в растениях наркотических веществ в отношении мужчины будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Утверждены порядки получения выплат в замену аварийного жилья. Соответствующие нормативные акты к закону о выкупе аварийного жилья одобрены администрацией НАО. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Стать на учет для получения выплаты могут собственники жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и включенными в окружной реестр жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа. На момент подачи заявления о постановке на учет не должно быть принято решение органоместного самоуправления о расселении аварийного дома, то есть фактически расселение дома не начато. Очереди формируются в администрациях муниципалитетов. Заявление можно подать лично в муниципалитет или в электронной форме с использованием регионального портала госуслуг. К заявлению необходимо приложить документы, удостоверяющие личность заявителя, иных собственников освобождаемого жилья и совместно проживающих с ними членов семьи, а также сведения, подтверждающие право собственности на освобождаемое жилое помещение. В соответствии с очередностью граждане получат свидетельство, срок его действия составляет 4 месяца. С этим документом необходимо обратиться в выполномоченный орган для предоставления выплаты. Ее можно потратить на приобретение жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме, общий износ которого не превышает 30% и на финансирование строительства жилого помещения в многоквартирном доме при условии 60% готовности объекта. Также выплата может быть потрачена на усмотрение получателя, если в собственности заявителя имеется иное жилое помещение. Дополнительно установлен размер компенсационной выплаты. Он определяется как произведение общей площади освобождаемого помещения, взамен которого предоставляется компенсационная выплата и стоимость одного квадратного метра, установленная в регионе в размере 60 166 рублей. Порядка 150 миллионов рублей предусмотрено в окружном бюджете на 2019 год на финансирование капитального ремонта детского сада села Ома и школы номер 5 на Ринмаре. На эти нужды планируется направить около 74 и порядка 72,5 миллионов рублей соответственно. В процессе проведения капитального ремонта школы номер 5 будет выполнена замена системы пожарной сигнализации и системы электроснабжения, а также проведен косметический ремонт здания. В детском саду села Ома планируется обновить практически все конструкции, элементы, инженерные сети здания, также сделать детский сад доступным для маломобильных групп населения. Кроме того, для выполнения капитального ремонта здания школы номер 5 администрации Ненецкого округа прорабатывается возможность привлечения средств из федерального бюджета. Выбран подрядчик для строительства ясли сада в Наринмаре. По словам руководителя Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАУ Александра Лидера, по итогам электронного аукциона подрядчикам возведения детского дошкольного учреждения выбрано ВИРСМ. Строительство обойдется окружному бюджету в 108,7 миллионов рублей. Работа финансируется в рамках окружной государственной программы развития образования в Ненецком округе. По условиям технического задания появиться ясли сад в окружной столице должен не позднее ноября 2020 года. Как сообщили в окружном образовательном ведомстве, возведение ясли сада осуществляется в том числе во исполнении указа президента Российской Федерации для обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях детей до трех лет. Планируется, что детский сад будут посещать 60 воспитанников. В здании будут образованы четыре группы со спальнями и набором необходимых помещений для детей дошкольного возраста от одного года до трех лет, наполняемостью 15 человек каждая. В групповых и спальнях будут отапливаемые полы. Дополнительно в яслях запланирован пост охраны, пищеблок, медицинский блок, прачечная, кабинеты логопеда, психолога, бухгалтера, методиста, заведующего хозяйством, директора с приемной, а также музыкальной и физкультурной залы. Полуфиналисты лидеров России ЗНАО инициируют социальные проекты в регионе. Реализация социального проекта – это условие для выхода в финал конкурса. Об этом на брифинге журналистам сообщил первый замглавы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Всего в полуфинал конкурса молодых управленцев лидеры России вышли свыше трех тысяч человек. По информации организаторов, Ненецкий округ, как и в прошлом году, представят трое участников. Для выхода в финал конкурсанты должны будут придумать и реализовать в своем регионе социально значимый проект. Финалистами станут 300 человек. По словам Сергея Кириенко, для тех, кто реализует очень хороший проект, но по остальным критериям не пройдет финал, наблюдательный совет конкурса предусмотрит систему поддержки. Напомним, конкурс «Лидеры России» – это флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Второй конкурс начался 10 октября текущего года. Для участия в проекте зарегистрировались более 227 тысяч человек. Более 91 тысячи человек получили возможность принять участие в заочном этапе. Минздрав России обеспечит гражданам ежегодные профосмотры в рамках нацпроекта здравоохранения. Отмечается, что в ближайшие 6 лет около 70% впервые выявленных заболеваний будут обнаружены в ходе профосмотров. Особое внимание будет уделено старшей возрастной группе россиян. Планируется, что в течение первого квартала 2019 года Минздрав примет все необходимые нормативные правовые акты, согласно которым предусмотрено ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра всеми возрастными группами. Порядок проведения диспансеризации будет синхронизирован с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс. По информации Министерства, профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов. Все осмотры будут делиться на три группы. Диспансеризация определенных групп взрослого населения, профилактический осмотр и диспансерное наблюдение. В Ненецком округе завершается голосование за выбор главной темы предстоящего года. Чему будет посвящен 2019 год в НАУ определяют жители. Голосование проходит в официальном паблике Ненецкого округа. Авторы опроса предлагают жителям округа выбрать одну из шести предложенных тем. Пока лидирующую позицию с достаточно большим отрывом занимает тема здоровья. За нее проголосовало более 42% респондентов. На втором месте тема родной край. За нее проголосовало более 30% опрошенных. Свыше 10% респондентов считают, что 2019 год в Ненецком округе следует посвятить молодежным инициативам. Около 8% выбрали темой года национальной культуры. Порядка 5% опрошенных проголосовали за цифровизацию и столько же за предпринимательство. По состоянию на сегодняшний день в интерактивном голосовании приняли участие свыше 2000 человек. Победит вариант, набравший наибольшее количество голосов. Итоги подведут 29 декабря. Такова информационная картина к этому часу. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска погоды – медицинский центр Решма.